Фантастическая история произошла с нашей гостью, писательница Анна Тодд. Буквально два года назад это была просто девушка из Техаса, и теперь это... Криминально популярная писательница, которая приехала и в нашу страну, была уже в Москве, приехала в Петербург. Анна, good morning. Good morning. You have a lot of fans in Russia and in St. Petersburg also. У вас много очень поклонников в России и в Санкт-Петербурге. Is it true? Yes. Ну да, конечно. Even more than I thought I did. Я даже не думал, что их так много. I talked to people online. Я приписывалась с людьми online. But I never know where they're from because they usually tweet me in English. Но никогда не... Как это будет по-русски, Настя? Но не разговаривал по-английски, да. Да, okay. But then since I've been here, I've seen so many pictures of people and, like, recognized their names. And I'm like, oh, okay, there's so many. Да, и потом, когда я посмотрела, увидела всех этих людей и узнала их имена, я поняла, что действительно поклонников огромное количество. Two years ago, you started just two years ago. Вы начали вашу карьеру буквально два года назад. What did you do before? Чем вы раньше занимались? A lot of things. Различные вещи. I was still trying to figure out what I wanted to do, really. До сих пор не могу понять, чем я на самом деле хочу заниматься. My husband was in the army and most of the women are housewives. Мой муж, он военный, а я была домохозяйкой, я была замужем. That's just not for me. Но это точно не мое. So I was waitressing, doing makeup, babysitting, like, going to college. Я работала babysitter-ом и визажистом. И в колледже. Just trying to figure it out. And then, two years ago, you read a book, Fifty Shades of Grey. Yes, it was the start. И вот пару лет назад в Анна написала... Она сначала прочла книгу «51-кор серого». I think I read it like four years ago. Прошла я уже четыре года назад. But of course I loved it. It was so different than anything I had ever read. Эта книга меня впечатлила больше, чем что-либо, что я когда-то читала. И решила продолжить написать свое продолжение. Kind of, but it was more... I was reading a lot of fanfiction online. So it was more fanfiction community than Fifty Shades that made me write my own story. Ну, есть такой fanfiction community, то есть это как раз объединяет людей, которые придумывают продолжение различных книг. А я решила придумывать продолжение для «50 оттенков серого». And many people call you like the phenomenon of new generation because you have become popular through social networks. И многие люди именно поэтому называют Анну своеобразным феноменом нового поколения, потому что она именно через социальные сети стала так популярна. Ну, нет, конечно, гораздо больше людей, которые через интернет стали популярны. Because there are so many stories that are so, 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 so good, that publishers would definitely pass on. But if you have the public like it, like in a fanfiction community, then I think that's stronger than a publisher's opinion. Ну, по-разному можно прийти к издателям, но если вот тебя нашли в таком коммунити, фанфикшн, то это гораздо проще, гораздо... I think as we all are starting to realize, the internet is where everything is going to be. So it makes sense for writing... Publishing, of course, will be a little slower, but it makes sense for everything to start evolving from the internet. Это здорово, что интернет даёт такие возможности людям для развития, и, в общем, ты можешь делать там всё, что угодно. Конечно, с печатью всё обстоит сложнее, но всё-таки интернет открывает новые возможности. But now you have a perfect proposal from the publishers, and even more, your book will be screened very-very soon. Yeah, could you please tell about that? Книга должна быть экранизирована, уже куплены на неё права. I actually had the movie deal before I got a publishing deal, which is backward, of course. Ну, у меня и раньше были отношения, да, какие-то с издательствами. So at first I thought they were crazy, because it wasn't even a book yet. But I'm really-really excited, and now it's moving really-really quickly, so I'm really excited. Ну, вот сейчас заключён контракт на экранизацию книги, и всё очень стремительно развивается, и я думаю, что в ближайшее время эта книга будет экранизирована. A little question about it. Did you have a professional editor when you were writing? Did somebody corrected your texts? Not when I wrote it online. Вопрос о том, был ли у вас профессиональный редактор, корректированный ли текст? When I got a publishing deal, of course, I had an editor who had a lot of work to do. А, когда сначала было всё одним образом, события развивались, потом, когда был заключён договор с издательством, конечно, всё стало по-другому, и много людей стали работать на текст. But since I had a built-in audience, it was easy to keep my own voice. My editor didn't add any passages. He only fixed a lot of grammar. Да. Просто исправлял грамматические ошибки. В общем, в целом, I must ask you about relationship with Erika James, the author of Fifty Shades of Grey. What does she think about your books? Вопрос об авторе «50 оттенков серого», что она думает о творчестве Анны? She's been really-really supportive, privately and publicly, which is like a dream come true for me. And she could have been, you know, totally different, but she's been so great, and she's really supportive of other authors in general. Она поддерживает очень многих авторов, которые работают в этом управлении, и для Анны это большая честь, что она с ней общается, поддерживает отношения. And she's a brilliant businesswoman, so I'm trying to learn a lot from her. Она фантастически... Есть чему поучиться. Да, блестящая бизнес-женщина. And thank you for coming. Thank you. Welcome to St. Petersburg. We hope you enjoyed today in St. Petersburg. and good luck and good... Have a nice time here. Have a nice meeting with your fans this evening. Thank you. И хорошей встречи с поклонниками вечером.